Привет, дорогие друзья! С вами Блог Финансовый Легбез и Ярослав Дмитриев. Давайте сейчас возьмем ваш кошелек, возьмите все кошельки свои и загляните вовнутрь. Давайте посмотрим, что там есть. Толстенькая котлета купюр? Очень хорошо. Что еще? Ну а мелочь? Вот как раз-то мелочь есть практически у каждого человека, который сейчас читает или смотрит эту статью. Ну, рублей 20-30, я думаю, что у вас точно есть. Ну что это за деньги? Не очень много на самом деле. У нас, например, в Новосибирске проезд на автобусе или троллейбусе стоит 17 рублей, проезд метро 18 рублей, проезд маршрутки 23 рубля. Кстати, интересно, напишите, сколько стоит проезд в вашем городе внизу в комментариях, будет очень интересно. Так вот, знаете ли вы, что когда однажды вы едете в автобусе или в троллейбусе, вы отдаете не 17 рублей на самом деле, а 10, 15, 50 или даже 100 тысяч рублей вы за проезд отдаете? Что он такое говорит сейчас, думаете вы, иди 100 тысяч? Так, давайте посмотрим, откуда же я взял такие цифры. Знаете ли вы, что существуют монеты абсолютно стандартного обихода, которые на самом деле стоят гораздо больше, чем сам номинал данных этих монет? Давайте посмотрим, что это за монеты. Например, это 1 рубль 2003 года выпуска, это 2 рубля 2003 выпуска и 5 рублей, выпущенные в 2003 году. Обратите внимание, это обычные монеты, ничем не отличаются, никакие не юбилейные, не имеющие специальных рисунков или что-то. Так вот, каждая из таких монет 2003 года выпуска на данный момент стоит около 15 тысяч рублей. Да, столько дают нумизматы за новенькую монетку. Но в среднем где-то цена их около в районе 7-9 тысяч рублей, их можно продать по доске объявлений достаточно очень быстро. Это ерунда, скажете вы? Ага, так я вам отвечу, что монеты 2003 года выпуска скупают даже банки. Да, в 2011-2012 году я точно помню, что это были за банки, сейчас я не смотрел. Но это не важно на самом деле, если вы захотите их продать, их достаточно быстро у вас купят. Почему эти монеты столько стоят, спросите вы? Да все на самом деле очень просто. У них был очень ограниченный тираж, каждый из таких монет был выпущен всего по 15 тысяч экземпляров каждый, поэтому они обладают нумизматической ценностью. Какие еще у нас есть интересные монеты? Это 50 копеек 2001 года выпуска, 1 рубль 2001 года выпуска и 2 рубля 2001 года выпуска. Каждая из таких монет стоит на рынке около 100 тысяч рублей. Да, друзья, вот такая сумма. Эта оценка, конечно, примерная в зависимости от состояния монеты и как сторгуетесь, их можно продать от 50 до 100 тысяч рублей за одну монету. Здесь аналогичная ситуация, этих монет было выпущено еще меньше тиражом, и поэтому они тоже обладают нумизматической ценностью абсолютно обычной монетки, которую вы не отличите никак в своей мелочи, только если не посмотрите на год выпуска. Но самая интересная монета, это у нас 5 рублей 1999 года выпуска. Такая монета в последний раз в 2009 году на аукционе была продана за 200 тысяч рублей. Да, друзья, такая сумма. Говорят, такие монеты попали очень случайно, воборот, их очень мало, буквально единицы, но тем не менее они попадаются. Вот так. Ну, что я могу сказать? Сейчас, если вы посмотрите ваш кошелек, конечно, 5 рублей 1999 года вы вряд ли там обнаружите. 2001 года 50 копеек рубль или 2, ну, не знаю, может быть. А вот 2003 года монеты достаточно часто попадаются. У меня есть знакомая, у нее супруга работала в гипермаркете Лента кассиром, и за достаточно короткий промежуток времени насобирала около 5-7 таких монет. Продали они их тоже очень быстро, выставили доску объявлений. По-моему, в районе 7 тысяч у них забрали все монетки. Не помню, какие там были, рубль 2 или 5. Вот. Теперь вы поняли, почему я вам рассказывал, что когда вы едете в автобусе, то вы можете отдать случайно, на самом деле, не 17 рублей, а целых 15 тысяч рублей за проезд. Будьте внимательны к мелочам в самом прямом смысле этого слова. До встречи в новых выпусках финансового ликбеза, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok